Ну, вот такую штуку колоть этим ножом. А чертю знает, может и можно это сделать, а? Сейчас я попробую. Здравствуйте, друзья! Это не продолжение рубрики «Ножи для леса». Сегодня нож городской. От Кезляр Суприм. Такой вот небольшой нож под названием Аскет. Поехали! А вот и ножны от ножа Аскет. Ножны из Кайдекса. Крепление здесь специальное на пояс. И вот, если закрепить в таком положении, мне очень это понравилось. Я вообще, честно скажу, не любитель фиксов в городе. Мне больше нравятся складные ножи. Ну, а они чаще всего вешаются в карман. Клипсы зацепляешь и ходишь так. Но вот с этим ножом у меня сложилось все по-другому. Я его уже неделю ношу, и он мне очень нравится. Забываешь, что он с тобой находится. Вот так вот закрыл. И, в принципе, вообще непонятно, что там нож. И в кармане ничего не мешает. То есть в карман можно положить телефон, допустим. А когда нож кладешь, то далеко не каждый телефон позволяет все это вместе держать. Плюс, если телефон без чехла определенного, ножом можно его поцарапать. Ну и так далее. Вот эта вот штучка мне очень понравилась. Маленький, компактный, легкий нож. И очень-очень хорошее вот такое вот крепление. Сейчас я его сниму и покажу, как это выглядит. Снимается очень просто. И вот здесь такая вот прищепка. Прищепка и здесь вот корона. Кизляр Суприм. Сразу хочу сказать один занимательный момент. Я сначала не понял, как ее прикрепить. Дело в том, что там идут стяжки и вот такие вот проставки. На схеме проставки нарисовано якобы, что они вот с этой стороны ставятся. На самом деле они ставятся вот, как я это сделал. Между самой вот этой клипсой такой и ножнами, но вот только с этой стороны. Не с внешней. То же самое с обратной стороны. Вот так это выглядит. Казалось бы, мелочь такая, да, вот как поставить. Но я сначала, честно говоря, не понял. А потом понял. Все очень просто. Потому что иначе, если их не поставить вот между клипсой и ножнами, когда завинчиваешь, то вот эта клипса, она начинает перекашивать кайдекс. И уже нож туда вставить становится проблематично. Вот так что вот в таком вот именно положении. Я так понимаю, крепить можно как угодно. Можно перевернуть, еще там как-то закрепить и в таком вертикальном положении. Но мне вот горизонт больше нравится. На мой взгляд, это оптимально. И именно вот я даже пряжку сдвинул, ее вбок и сюда. Причем за двойной ремень цепляю. Так клипса. Отгибается и раз, нож вот сюда вот попадает. Почему я закрепил сюда? Сначала я крепил его вот сбоку. Потому что если его надо достать, очень удобно. То есть вот за это место нож, ножны вернее, они останавливаются и нож туда заходит. Понятно, что можно вот так вот это сделать. Но мне кажется, вот так гораздо удобнее это все. И в таком вот положении, как будто бы его и нет. А он есть и не мешается. То есть можно сесть где-то, пролезть, ногу высоко поднять. Ничего не мешает. Все очень удачно сделано. Ножичек маленький такой. Вот у меня с собой Мора Бушкрафт Блэк Блэйд. По сравнению с ней этот нож выглядит малышом таким. Да, у него клинок 90 мм. Соответственно, можно себе представить. Но по толщине, кстати, если сравнивать толщину клинков, она одинаковая. 3,2 мм. Сталь здесь на Аскете VG10, насколько я помню. Где-то здесь было написано, да, VG10. В принципе, нержавеечка, японская неплохая сталь. И ножик прям очень легкий. Я не взвешивал его, сколько он точно весит, не скажу. Но легенький ножик. Сведен достаточно тоненько он. Даже не знаю, во сколько не мерил. И к кончику, к кончику потолще. То есть, в принципе, даже к кончику можно что-то подковырнуть. То есть, он не совсем такой игольный. Вот такой вот юркий, маленький городской нож. Удобное расположение. Все здорово. У меня чисто случайно с собой оказался складной нож. Вот как они выглядят вместе. То есть, если по клинку смотреть, клинок и там, и там примерно 90. Но рукоять на складном ноже, она больше, длинней. У большинства складных ножей это так. Здесь у фикса, вот этого маленького, все смотрится гораздо органичней. В плане соотношения рукояти и клинка. Давайте сразу проверю заточку. Заточка хорошая. С вывертом режет нож. Мне, кстати, даже стало интересно у складника у этого, как заточка. Тоже неплохая. Конечно, складной нож не сравнить с фиксом в плане прочности. А при том, что здесь это фуллтанк по обуху 3,2, то для такого маленького ножа он достаточно такой сбитый получается. Сейчас возьму что-нибудь построгаю. Покажу, как он строгает. Ореховая палка, она такая подсушенная. Ну, знаете, даже неплохо строгает. На удивление. Конечно, про удобство рукояти мы не будем говорить. Она достаточно тонкая, узкая. Все-таки это городской нож. Да, и если взять именно лесной нож, здесь все понятно станет сразу. И, конечно, не сравнить по строганию. А вот если сравнивать со складным ножом, то это, конечно, интересно. Но с этим ножом не сравнить. Дело в том, что этот нож, он очень тонко сведен. Он, во-первых, в обухе тоньше. То есть, если здесь 3,2, то здесь, наверное, ну, не знаю, 2 или 2 с чем-то. И здесь спуск прямой у аскета, а здесь вогнутая линза. Вогнутая линза, сведенная тонко, это, конечно, зверский рез. Да, этот нож, он строгает лучше моры, поэтому это совсем не то. Здесь именно прочность важна еще. Ну и тоже он строгает. Будь здоров, конечно. Вон, смотрите. Отрезает. То есть, для такого строя клинка, для такой прочности, компактности, все отлично. Не, неплохо, неплохо работает. По деревяшке даже. Очень даже хорошо. Ну, раз я сказал, что кончик здесь ковырятельный вполне, я поковыряю. Вот дощечка такая, ореховая. Я проверю все-таки кончик. Хоть это и не лесной нож, но мне кажется, должен он чего-то да выдержать. Да, прям страшно такие вещи делать ножом. Эх! Ну, в общем-то, для маленького ножа это будь здоров. Сразу могу сказать, что вот этим ножом я даже близко такое сделать не буду. Это в плане того, что посмотрите, вот насколько они разные. то есть, если вы видели, как этот нож режет, и этот нож может больше силовую нагрузку выдержать. Потому что это очень тонко сведенный нож. Только подрез. Здесь спектр задач больше. То есть, по сути, вот только что то, что я ковырял, это вот таким ножом можно делать. Вот, посмотрите здесь, как выглядит сравнение у них носики. То есть, этот нож, он что-то между вот резаком, прям резаком, и вот таким вот ножом для бушкрафта. Хотя нож абсолютно городской, компактный, но непрост он, этот маленький нож. рубить, наверное, палки таким маленьким ножом, это бредовая затея. Ну, ради теста давайте попробуем. Опять же, здесь есть отверстие под темляк, можно, в принципе, продеть темляк, и чтобы удобнее держаться, потому что оно очень тоненький ножик. И легкий. Ну, вот. Как-то так. опять же, им можно это делать. Не очень эффективно, но можно. Таким ножом это делать нельзя. Потому что испортится. Нож, конечно, не для колки, да, но но тестируем же. Тестируем. Все. Сейчас будем колоть. По идее, тут кончик еще вылезает. значит, значит, расколоть теоретически. Попробуем. Почему бы и не попробовать. вот так вот как-то вообще без вопросов. Как тебе такое складной нож? Построгаю стружечки, посмотрю, как он в такой в деликатной работе. Продолжение следует... Строгает, однако, Мора. Ну, с Морой, конечно, в этом сегменте работа не сравнится. Но, опять же, давайте попробуем опять складничок. Ну-ка. Ну, складничок строгает, но из-за того, что у складного ножа у этого не очень удобная рукоять, мне даже больше нравится, как аскет в этом сегменте. Ладно, самое интересное. Что с обухом? Снимает кору обух? Ну-ка, Мора. Тут надо понимать, что это уже старая палка, поэтому как-то снимается так себе. Ну, ладно. Собственно, что я хотел-то? Я хотел проверить, самое главное, высекает ли нож искры из огнива. И не высекает. Городской нож. Ему это совершенно не обязательно. Уж что-что, а высекать искры городскому ножу не первостепенно необходимо. Так, что с заточкой? С заточкой всё замечательно. Кстати, мне интересно, у этого вот складного, что с заточкой? Тоже всё замечательно. У них и всех замечательно всё. У Мора замечательно. У всех всё отлично просто. Просто супер. Газету сейчас я сожгу, чтобы мусор тут не оставлять. Ай-яй-яй, не убегай, газета. Огниво-про – это огонь. Так, всё. Газета сожжена. И стружки ещё. Тоже. Положу сюда. Кстати говоря, вот эта баночка здесь лежит. Это тоже аскет называется. Но это аскет от Огниво-про. Раз уж название одинаковое с ножом, я вам покажу. Здесь магниевая стружка, стружка высокогорной сосны, Огниво и кресало. Вот такой вот аскет от Огниво-про. Кому интересно, на канале есть видео про него. Эти стружки я тоже сожгу. Так, главное, чтобы тут искра зацепилась. Всё. Огниво-про – это огонь. Хорошо горит. О, два аскета. Один для леса, другой для города. Нравится ножичек. Первый из всех ножей городских, фиксов, который мне по-настоящему понравился. Самое главное – удобно носить. Вот это прям для меня первостепенно. Ну и как выяснилось, нож имеет запас прочности. Неплохой. Маленький вывод по ножу аскет. В видео всё было показано наглядно, поэтому свои выводы, я думаю, вы сделали уже сами. Это мой вывод. Мне нож этот интересен. В первую очередь, конечно, как городской нож. Собственно, для чего он и был спроектирован. Маленький, сбитый такой, удобный. И самое главное для меня – это вот это вот горизонтальное ношение на поясе. Очень удобно. Забываешь, что нож при тебе. И только когда он понадобится, раз, и он здесь. Оп. Да. Сказать особо даже и нечего. Мне нравится как дизайн, так и функционал. Ношение. Ну и всё, собственно. Чего ещё нужно для городского фикса? Лёгкость, компактность, удобство. Всё у этого ножа есть, на мой взгляд. Опять же, кто пользовался таким ножом, напишите в комментариях под видео, что вы думаете по этому поводу. Какие у вас впечатления от общения с ножом, аскет? У меня пока они очень даже положительные. Вот я неделю пользуюсь. Во. Но, конечно, это ни в коем случае не нож для леса. Да, что-то и можно в лесу делать, но это городской фикс. Это надо иметь в виду. Надеюсь, видео было интересно, информация была полезной. Увидимся на канале. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok